добрый день уважаемые зрители собственно тема не анонсировалась но уже пора еще раз к ней вернуться на эту тему было и про развитие компетенции про управление моделью давайте вернемся к фундаменту потому что для чара и для менеджера это очень важно компетентность можете заменить на любое слово хоть тирли пуфендой любые слова просто указывают на объекты и явления и связи ну будем использовать такое привычное слово компетентность с моей точки зрения состоит из трех частей я не буду давать какое-то такое определение я расскажу чего это состоит компетентность часть первая это знание умение навыки это как заклинание произносится можно еще постучать в бубен произносим так вот первая часть моей точки зрения это теоретические знания по предмету допустим знание языка программирования знание как устроены сантехнические трубы в разных профессиях свое знание анатомии для врачей вторая часть ну не второй блок а вот здесь да ну хорошо возьмите из я круг нарисуйте разделить его на три части равны первый кусок пирога него входят три элемента вот первый элемент это теоретические знания второе элемент это практические навыки применения этих знаний вы знаете язык программирования вы выучили учебник но вы не написали ни строчки кода это умение применять умение стрелять из лука умение командовать комплексом эскандер умение вырезать грыжу масса всего просто реально масса практически практически умение третий такой компонент 1 1 куска пирога это опыт насколько много и долго и кропотливо вы все это делали практически науки мы могли обрести за год-два здесь повторение то есть ну да это руку набил хорошо это первая часть на мой взгляд она должна быть понятна в принципе уже всем кто смотрел канал вторая часть это мотивация у человека есть как я уже рассказывал внешняя мотивация которая диктует о обществом различными стратами в обществе друзьями родственниками коллегами том числе противниками родителями мужем женой где-то влияют дети все надо там лет дальше есть внутренняя мотивация то что идет изнутри у человека его желание его мечты его надежды его иллюзии ну есть люди которые вообще имеют только внутреннюю мотивацию них внешняя там практически влияние нивелировано есть те кто наоборот у них самих себя нет опять же мы об этом обсуждали здесь я скажу вам так второй кусок пирога это такой компромиссный вектор между внешней и внутренней мотивации некий компромисс третья часть третий кусок пирога совершенно не очевидно это ориентированность на результат это сложно согласен вы понимаете сотрудника в принципе него есть первый кусок пирога него есть второй кусок пирога его за мотивированность но он не решает задачи он сидит пахтит а келесной еж во время охоты там вообще там дым столбом коромыслом все летает но результатов нет он очень старается он устает ему вызывают скорую у него прединфарктное состояние на работе но результатов нет к сожалению такое бывает это значит сотрудник ну во первых проблемы с управлением бог бы с ними прежде всего это значит сотрудник ориентирован на процесс как это выявить общаясь с человеком проводя первичное собеседование вторичное собеседование будьте очень осторожны с фразами я очень много работал я очень тяжело работал я очень много тяжело работал если эти фразы не имеют прямой привязки к результатам я сделал очень важный проект в очень ограниченные сроки тем самым спас свою компанию там которая работа от проблем который создал вот такой нехороший человек который был там кинул всех и улетел жить в таиланд из-за этого мне пришлось там много работать три месяца вообще без выходных и очень тяжело работать решая сложнейшие задачи допустим связаны там с языком скала а вообще я там тим лид и архитектор питона питона там ну это мой другой стадо как другой стадо технологии мне пришлось срочно его изучить у меня там раскалывалась болела голова и пришлось работать там без выходных по 12 часов но я справился если человек это не привязывает к результату очень легко получить себе сотрудника который в принципе вроде бы что-то умеет знает и уже который год у него там стаж приличный если вы там даже звонить предшествующим компании он реально там работал через знакомого знаю что работу вот и принципе видно что он замотивирован работать но он постоянно тонет тонет в задачах вместо того чтобы их закрывать это сродни тому что вас отправили охотиться на дракона вы год там таскались по горам стерли 150 сапогов устали измучились возвращаете говорите я очень старался я очень охотился но дракону не добыл не добыл не сделал задача не закрыта оправдание на самом деле они уже не так сильно интересны почему она не закрыта там ворона как ну или еще что-то такой человек ориентирован не на то чтобы искать способ решения такой человек ориентирован на то чтобы биться головой в ворот да он знает что это можно сделать так он даже не будет разбираться почему это задача там чем-то отличается что в ней есть двойное но как оказалось что нужно было бы там поговорить с шефом привлечь дополнительные какие-то ресурсы еще что-то возможно провести пару встреч заказчиком но как-то выйти из ситуации заранее он будет биться головой в стену если шеф сам это не заметит и не поднимет этот вопрос он доведет ситуацию до чего до цугундера до того что наступит дедлайн шеф его вызвать он скажет шеф я так старался я почти в огоне у меня нервный срыв шеф но результата нет как говорил александр фридман могут написать талмуд почему результата нет а для чего этот талмуд вот если вы руководили для чего вам талмуды ваших сотрудников почте в устном виде хоть в презентации почему это не сделано вам нужен результат вам нужно от них чтобы они приходили к вам и давали предложение как это сделать а вы не вы вручную ими управлять и вот компетентный сотрудник это тот кто с приносит к вам приходит к вам как шефу с тремя кусками пирога я недостаточно компетентен опять же недостаточно компетентен читать следует так либо нет теоретического базиса то есть первого куска практического опыта применения длительно как бы парческих навыков работы по теоретическим базисам нет опыта это первое второе нету мотивации третье результат вообще непонятен и неясно зачем могу добиваться это находится за пределами моих компетенций то же самое да абсолютно меня может не теоретических может опыта применения опять же не замотивированы эту задачу решать это находится там за пределами каких-то моих сфер интересов на это вот и все отсюда как бы определять компетентность как-то я не буду с чего нас состоит я вам рассказывал спасибо за внимание